Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальна», где мы общаем стремительным освоение вязальной машины с нуля. В этом видео я поделюсь с вами информацией по машинке для снятия катышков, связанных изделий, которую мы заказали на сайте Алиэкспресс. Сегодня я получила посылку, в которой находится инструмент для снятия катышков с собственных изделий. Так как я не знаю, как он работает, то будем смотреть вместе с вами. Вот такая бритва, почти мужская, которая поможет нам снимать катышки. Как это происходит, сейчас посмотрим. Для демонстрации я приготовила несколько кофт. Одна из них такая, достаточно крупной вязки. Это старинная кофта, на ней уже не то что катыши, на ней уже, вообще она вся уже слипшаяся. Попробуем сначала на ней. Вот у нас сколько набралось мусора. И вот это характерное пощелкивание, это как раз тот момент, когда узелок попадал в сеточку. На вид видно, что катыши пропали. Если сравнивать с той частью, в которой их было достаточно много, то здесь видно, что в этом месте она стала ровная, как будто бы новенькая. Но это крупные вязки. Вторую кофту я взяла из более тонкого материала. Посмотрим, как ведет на ней. Видно, что вот здесь такие белесоватые катыши, которые созданы, может быть, даже не столько от самой кофты, сколько пух белый, вот он вместе с этой кофтой скатывается, и они приобретают такой беловатый некрасивый оттенок. Смотрим, что получается. Вот отчетливо видно, видно эта часть, где мы побрили, и вот эта часть с катышами, где мы не брили. То есть очень четко видно тот момент, где прошлись этой машиночкой. Точно так же с этой стороны. Здесь изделие абсолютно новое, как будто только что купленное, а здесь этому изделию уже 10 лет носки. Единственный недостаток, который я вижу сейчас, заключается в том, что вот эта коробочка, она очень легко снимается. Нужно следить, чтобы она не отскочила в процессе бритья, потому что в противном случае все эти катыши разлетятся по вашему изделию заново. Так что рекомендую. Машинку очень хорошая, электрическая, и действительно хорошо снимает налет истории с ваших вязаных изделий. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальна», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok